Новая российская элита, педофилы и убийцы осваиваются на свободе. Всегда нужно низко склонять голову, знак уважения опять людьми такого рода. Продолжают насиловать и резать, завязывать с прошлым и не думают. Знают, тюрьма им теперь не грозит. Российская власть заинтересована в том, чтобы на самом деле таких преступлений было как можно больше. Потому что тогда как можно больше уже опытных бойцов, уже прошедших войну, снова туда отправиться без всякого контракта, без всего, а просто сразу написав заявление. Тем временем аппарат службы исполнения наказаний по домам не распускают. Наоборот, загружают работой по полной. Российские тюрьмы наполняются теми, кого власть заклеймила экстремистами. Российские власти намереваются ужесточать контроль над населением России. Практику политзаключенных Путин воскресил сразу после прихода к власти. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. И если в 2014 политзаключенных в России было 40, После начала войны уровень преследования собственных граждан вырос в 15 раз. И достиг катастрофических масштабов. Какой народ, такие правители, такие заключенные. Мы вполне заслужим то, что мы имеем. Зачастую судят даже не за какое-то преступление, а за намерение или призыв его совершить. Так трактуют органы. Если бы режиму не удалось подавить российское общество И удерживать его в ежовых рукавицах репрессиями, Вне сомнения, он не мог бы себе позволить эту страшную агрессивную войну. Политическому преследованию в России подвергаются люди из абсолютно разных социальных групп. От несовершеннолетних до стариков. Безработные и граждане с высоким социальным статусом. Давайте откроем матрешку и узнаем, За что получают реальные сроки российские политзаключенные? И каким пыткам их подвергает судебная система? Среди фигурантов антивоенных уголовных дел в РФ Число женщин уже достигло более 20%. Политзаключенных становится с каждым днем все больше и больше. И мне кажется, мы должны поддерживать друг друга и их, потому что им приходится тяжело. Надежде Буяновой 68. В суд ее доставляют четверо полицейских в бронежилетах. Сама пожилая женщина в наручниках. Можно подумать, что она серийный убийца. Но нет. Она врач-педиатр, на которую пожаловалась мать пациента. Дежурная врач спросила, а чего у сына с поведением? А я говорю, у нас поведение хромает, потому что у нас папа, у нас его убили. И он очень тяжело переживает. Потерю отца. Ну что она мне сказала? Ну, милочка, а что же вы хотите? Ваш муж был законно целью Украины. Поэтому вопрос. Куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее из страны выкинули, не посадили к чертям собачьим? Будет сделано. На основании этого ролика сам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против педиатра. Квартиру Буяновой при обыске разгромили, а ее саму задержали. Врач отрицает слова доносчицы, но это уже никому не интересно. У нас нет радиозаписи. Нет никакого подтверждения. На каком основании она меня может так обвинять, если нет никакого подтверждения, понимаете? Петицию в защиту Надежды Буяновой подписали более 6 тысяч врачей. После этого случая они боятся банально выполнять свою работу. Много таких дел политических. То есть у человека находится в возрасте. И очень за нее горько и обидно, что, на мой взгляд, это человек, который честно проработал всю свою жизнь, отдавал медицине, лечил детей. Кремль не интересует подобной заслуги. Сказано же, элита – это бывшие зэки и уголовники, а не врачи и учителя. Вот типичный представитель элиты. Лидер преступной группировки. Вырвался из клетки на войну, а после амнистии деноцифицировал или попросту убил местного жителя. Плевать я хотел. Зэки галантно уступают клетке женщинам. Антонина Кравцова, журналистка, делала сюжеты о Навальном, а значит, экстремистка. Уверяю вас, это опасные игрушки. 56-летняя Людмила Разумова в тюрьме вместе с мужем. За граффити с надписью «Украина, прости нас» они получили на пару 13,5 лет за вандализм и фейки. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. В конце февраля 24-го суд в Петербурге отправил в СИЗО 18-летнюю Дарью Козыреву по обвинению в дискредитации армии. Девушку задержали во вторую годовщину начала войны. К памятнику Тарасу Шевченко она приклеила листок с фрагментом его завещания. Говорить все, что думает о власти, даже если это не только подсудно, но и подуголовно. Мне очень жаль, что многие боятся. Как раз-таки на этом диктура держится. В понимании Путина так выглядит не диктатура, а свобода. Будем и дальше развивать институты демократии. Еще одна 19-летняя террористка Олеся Кривцова сделала репост новостей о подрыве Крымского моста. Ее одногруппники, по примеру кумира Кати Мизулиной, тут же написали донос. В СИЗО девушка ночевала в камере с убийцами. Почему мы отпускаем убийцу, а я, которая ничего плохого не делала, уже на двух судах слушала от следователя о том, как важно посадить меня в СИЗО. СИЗО, как правило, не способствует укреплению здоровья, а с хроническими заболеваниями тем более. Как вот у художницы Саши Скочеленко, которой дали 7 лет за фейки российской армии. У нее есть набор целых состояний, которые требуют, а, строгой диеты, б, периодического наблюдения. Если этого не делать, то состояние ее здоровья будет довольно резко ухудшаться. В СИЗО состояние художницы ухудшилось, а сотрудники изолятора отказывались передавать необходимые лекарства. Более 400 врачей подписали открытое письмо Путину. Они считают, что здоровье не позволяет женщине отбывать наказание в колонии. На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилование и убийство, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта Конституции, немедленного освобождения Саши Скочеленко. В марте 22-го года Саша заменила несколько ценников в продуктовом магазине на антивоенные стикеры. Уголовное дело завели не о ценниках, а о ценностях. Эти ценники, между прочим, во всех городах России привлекали к административной ответственности и наказывали там в виде штрафов. Наказание выдавали там 50 тысяч. Донос в полицию накатала бдительная пенсионерка. С собой теперь гордится. А плевали меня, не знаю как. Я доносчик. Я горжусь тем, что я сделала. Значит, преступление видеть и пройти мимо – это не позор. Мое дело такое странное и смешное, что оно было возбуждено аккуратно 1 апреля. Мое дело такое странное и смешное, что иной раз, мне кажется, я войду в этот зал, с него полетят конфетти, загремят салюты, заиграет музыка, люди встанут, будут танцевать, закричат – разыграли, разыграли. В Россию вернулась карательная психиатрия. Более 30 фигурантов политических дел отправили на принудительное лечение. Совковая сталинская практика – назвать ненормальным того, кто хочет перемен. Для них создают невыносимые условия, подрывая их здоровье. В этом смысле российская система мало чем отличается от системы советской, кулак. Первая ласточка в этой тенденции – шаман Саша Габышев. Его держат в закрытом учреждении только за то, что он шел изгонять Путина из Кремля и предупреждал о большой войне. Результат – уголовное дело и принудительное лечение. И вот с апреля 22-го года, как рассказывает адвокат Алексей Принишников, Александр находится в уссурийской больнице специального типа. А само это учреждение, по словам адвоката, – это решетки, где только можно. Петербурженки Виктории Петровой назначили принудительное лечение за военные фейки. Такое лечение может оказаться бессрочным. С трудом передвигается задержанный, засказанную на Красной площади фразу «нет войне» Денис Хамедулин. Девять дней он провел в психиатрической больнице. От психотропных препаратов ему было тяжело стоять, передвигаться и даже держать в руках ручку. Само понятие «терроризм» трактуется в современной России с каждым годом все шире и шире. Сейчас практически любое критическое высказывание, которое хоть как-то можно привязать к одобрению насилия, может считаться оправданием терроризма. По всеместной практике становится видео с извинениями провинившихся. Этого священника заставили извиниться за проповедь о мире, а не о победе, как надо было. Вот твое паства, дорогие братья и сестры, виноваты перед вами, виноваты в том, что по своей глупости, по своему... А в Украине! Было опубликовано видео, на котором я произношу фразу, которая неприемлема ни при каких обстоятельствах. Публично извиняются в России за украинские песни, слова, взгляды и многое другое. Но фашисты находятся в Украине, не перепутайте! Муниципальный депутат Алексей Горинов стал первым, кто был осужден за антивоенные высказывания по так называемой статье о фейках в отношении российской армии. Сегодня мой подзащитный получил 7 лет в колонии общего режима за свои слова, за свое мнение, за свои убеждения. Большую часть времени он проводит в штрафном изоляторе, ШИЗО. У них абсолютно выработанный такой кодекс. Политзаключенные должны идти сразу в ШИЗО. В октябре 23-го года против Горинова завели новое дело об оправдании терроризма. Сколько появилось новых слов у нас, ребята? ШИЗО, СУС, ЕПКТ, вот это единое помещение камерного типа. И все это благодаря российским политическим заключенным, а точнее тому, как над ними издевается современная российская судебная, точнее судилищная система. Ну и тюремная заодно. Строгость наказания зашкаливает для устрашения масс. 24-летнего Илью Бабурина приговорили к 25 годам тюрьмы за попытку поджога военкомата. То есть ничего даже не задымило, а он признан виновным по статьям о терроризме и государственной измене. И пока осужденным по статьям за изнасилование и убийство достаточно стать солдатами, чтобы исчезнуть из тюремных стен. В них затачивают россиян, чьи высказывания противоречат официальному курсу Кремля. Задача у властей одна – держать население в страхе. А суды из инстанции осуществления правосудия давным-давно превратились в госорганы давления и репрессий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok